привет так мы с вами не сделали этот фильм ольга антону привет с катеринбурга в сочи он товарищ так приятно даже мне приятно что вам привет передает так привет из самары ржева новосибирска страна большая не узоров здравствуйте не слишком много людей желают трудиться на земле молодежь бросает дома с участка едет в города а на нас наши семьи смотрят как-то ненормально потому что мы сделали наоборот ну последнее было две анастасийцев всего его несколько сот тысяч это было немало часть вернулась часть осталось там оказалось романтики это было вот таких слоев живем вот что я скажу горько пока так как повернуть пока памперсов и не откажутся родители мальчиков вот сейчас последнее все пустая ледовая этот самый стадион никого зима а когда-то было каждом дворе было это по площадке по хотим пусто никого на фоке там гектаров 5 или 10 это тренажер и все ни одного мы вдруг два раз вот и я тут а моя арена васильна тот двор ни одного ребенка из день за недели месяц и года все все дома сидят а это не просто сидят если скажу у нее тут кажется света нормальный ванну покупается у них половая система гниет и у мальчиков и у девочек они этого не знаю самое страшное министр этого не знаю те кто обязаны первый забить тревогу потому что у них должны быть и сами дураки вы хоть советник готовы завести поэтому бросают дома так здоровья алексей я воспоминаю каждого года но не так научили свинин привет архангельского сядера пределах колесникова катон сопрова предлагаю создать клуб преемников так кто-то да это да рад бы и он и я просто бы были эти клубы в городе вот тут сколько было 10-15 человек когда воулин считал лекцию я поддакивал а кроме нас было десятерых не было это все это остатки бывшего клуба казалось бы организаторы старались все кстати в четыре воскресенье я железом меня там три звезды позвали если уж так громко громко если говорить значит первый прочитал курьема второй ваулин третий позвали меня не знаю прибавится слушать или нет но я даже для 10 готов ведь почему мне опять будет из камеры я все что я скажу все что увидят члены клуба в виде видеоконференции все это я засниму и потом вы увидите но лучше присоединяться как я этому самому организатору сказал давайте меняться мы как те кто про участвуем вот здесь вот на моих вебинарах давайте вы их все это пригласите в себе у нас там сразу десятилица количество сложности а ваши пусть их немного пускай на моем вебинаре будут ну вот уже мой вебинар состоялся а их то нет может быть не так уж и надо а там всего-то считано количество людей видите и как будет антон сопронов этот клуб настолько пока не молод спасибо реально всем объяснять нереально ну короче это вы слышали кто-то 0 то был бы против просто я уже руки опускаются уже не во что не верю а там это молодой правда потяните клуб так анастасия перечислить что именно для вас ценно в данном сообществе вот бюрократом то 0 нет сразу согласиться а потом уже так приглашаю присоединяясь сообщества партии новостников ангар-сановодства антон создающую группу телеграме агро лесоводы уже создали сообщества так свинился неделя от миллиарда минут десяти акулов это я сейчас на год если это видео то я сразу выключу видео мы не показываем даже мои а вот видите как вот вот красивый лес был значит интересно здесь это вот такое от сообщества и вот эти которые их будет результаты они так сказать обречены на успех на удачу нам уже никто не верит сам опять случайно вышла вот она уже никто не верит ну ладно идем дальше сейчас дальше напрямую уже с антоном я на пенсию ухожу я имею ввиду новое сообщество я уже участвовать не буду антон лисы для меня пока люди луч лучший учитель но время идет каждый раз пользуется советами к полцать результат поэтому могут дать совет значит нагрузка в к направлении важно и инициативу будут перечеркнуть законодатель тоже верно нам все равно саду тоже надо сообщества тема чат мне нравится Яковлёв привет чат это что такое рука ну ладно короче я об этом научу смысле идем дальше привет из Еженогорода на участке снега выше колена пока были морозы это радовало оставить на счет что будет с абрикосами слюны но абрикос надо отгребать могут сопреть просто сопреть если маленький их может сломать если они с головой под снегом все таки мета так а ваше колено но отгребать придется а с левом ничего не делается если поставим на холмы ничего страшного ой вы знаете бывает и 2 метровый снег и на холме сопреет добрый вечер ооо Олег привет тот самый дальнобойщик извините что я мне так удобно Олег мне говорит дальнобойщик уже ясно о какой речь идет который хочет угостить персиками ученых которые гробят сады добрый вечер засушение персиков не боюсь так как климат у нас влажный осень не скупилась плюс выше с каждым влагом почвы имеется в смысле перемещаться горизонталь а вы откуда знаете горизонтальный перенос влаги это железовская так то есть увольняться надо от снега за пределами предсольного круга в достатке уверен что моя семья пробует персики да и конечно не оставлю без угощения ага только еще во второй карман положите в кастрюле дом пожалуйста колесение узора мы земляки давайте поддерживать связь здорово винограду единственное в мире колонавидная груша шутка ну это корневой отводок а давайте глянем тема близкая где он там нашел ее а это я видел 100 раз что-то подогревать корневой отводок цветет а это что все ура 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 вот она колонна ну рассчитана на дураков так как всегда люди были грешны так и будут дальше грешить как воровали будут воровать мое мнение к разборке с Богом да а с Богом с миллионом людей руки опущены это мы должны воевать а не ждать их а это когда Бог ими займется если я упаду в осуждение это будет мое разборке с Богом нет нет око за око поэтому я считаю что уже просто передавать положительный опыт товаров будут меньше не будет я не навязываю свое мнение если обидел извините нет обидеть не обидели но как вы понять не можете вот полтысячи вот пройдет неделя да и здесь будет примерно 600 просмотров ну кто-то дважды смотрел ну пусть 500 человек посмотрел если каждый из них не насчет вокруг себя распространять вот это добро вот нельзя иначе-то просто наоборот это нечестно Марина отвезти и сказать ну Бог с ними разберется когда он там будет их в день огненный там пожарит сковородка а это такого на земле натворят нельзя так это та самая моя хата с краем не обидеть не обидели но это самое извинять не буду но груша ржавчина как лечить ржавчина это тоже никак не лечить ржавчина это и есть грибные заболевания ржавчина это болезнь дерева а вот они болезнь которая называется грибная грибных болезней не бывает на природе нет грибных болезней болезни дерева вот когда произошло омертвление коры значит вступает действие система освобождения то есть переработки этого ветвичины обратно пищу это значит там грибы честно работают прямо на грушах честно работают зарабатывают тем что они приносят огромную пользу вот когда вот это людям это трудно понять видя как дерево все гриба им кажется что дерево гриб дошло до того что из миллионов их стране и в мире миллионы ученых ни один до этого не догадался представляете ни один вот это самое страшное лечить вам не надо и ветки которые эти можно отрезать но лучше уже не отрезать когда дерево уснет тогда только стоит только вот вроде бы ржавчина вроде бы там листья еще часть зеленых вот помните я показывал половину зеленых половину мертвых стоит только начать резать тут же начнут новые побеги вырастать а середина лета а до осени не вызревает ни почки ни листья и все это умирает до конца добьете то есть отрезать нельзя в это самое поискать бесполезно причина 90 процентов груш а можете все 100 гниют из-за того что у них заглублена корневая шейка и эта шейка ни ото не знает садит на обувь обычно вот так вот да вы сами видео я фотографию показываю дебильную вот плюс калечит и все в результате получается ничего не делаете не повезло ей болеет она вы лечить ее не можете это как человек если больной палец ему пальцем взять отрезать а он еще живой палец шевелится ну где-то тут рапка давай отрежем шевелится и там тоже